добрый день уважаемые коллеги я надеюсь слышно меня хорошо если все в порядке со связью просигнализируйте пожалуйста ага спасибо все отлично что касается пользы и так ну так вот прямо с места в карьер но тем не менее чем может быть полезна наша сегодняшняя тема для библиотекарей такой был вопрос дело в том что мы так или иначе в своей работе библиотечной и если мы работаем в школе и вузе сталкиваемся с тем что нам информацию нужно передавать не только текстом но и с помощью изображений мы создаем презентации мы сдаем буклеты различные справочные материалы памятки для читателей что мы там еще из библиотечного делаем плакаты выставки оформляем то есть мы так или иначе сталкиваемся с проблемой создания графики различных изображений картинок красивых планшетов плакатов флайеров для привлечения читателей для визуализации информации и вот я сегодня расскажу об инструментах с помощью которых это все можно делать не только с помощью powerpoint можно это делать но и с помощью других хороших инструментов я сегодня такой небольшой топ 10 плюс создала тех инструментов которые работают сейчас на сегодняшний момент и которыми можно пользоваться они либо работают без ограничения не помню их есть бесплатными тарифами тарифы которые тоже можно использовать своей работе вот если вы скачаете презентацию она сейчас доступна для скачивания вы увидите что внутри презентации есть и ссылки на сами сервисы и обучалки на эти сервисы разные справочные материалы то есть надеюсь все это вам в работе пригодится вот такая вот информация ну что ж давайте начнем сегодняшний вебинар для начала буквально несколько слов что называется на злобу дня сервисы о которых я сегодня буду рассказывать они все рабочие вот здесь и сейчас на сегодняшний момент на 9 сентября 24 года я думаю ну не все но многие наверняка слышали о том что 12 сентября вступают в силу ряд санкций направленных против айти сферы на территории россии и беларуси и в частности некоторые сервисы я имею ввиду зарубежные сервисы начали рассылать уже уведомления о том что 12 сентября они прекращают свою работу на территории нашей страны поэтому вот так вот я аккуратно сегодня говорю о том что здесь конечно будут представлены не только отечественные технологии но и зарубежные сервисы и они вот работают здесь и сейчас мы что называется не знаем что это такое повторю известный мем и только 12 сентября мы узнаем чем это может закончиться сейчас некоторые сервисы вот пошли рассылать такие уведомления в частности сервис или крафт закрывает свою работу для аккаунтов созданных на территории россии беларуси я не знаю честно говоря что будет дальше наш следующий вебинар 30 сентября уже пройдет в ситуации когда мы будем иметь уже перед глазами более-менее полную картину и должны будем ориентироваться я прошу панике не поддаваться мы с вами продолжим нашу работу надеюсь мы найдем новые полезные инструменты я о них конечно же вам расскажу ну вот такое вот небольшое предисловие мы сегодня поговорим о собственно говоря об инструментарии я не буду говорить о принципах визуализации методиках и технологиях я немножко поговорю на самих инструментах а тех вот рабочих материалах которые можно использовать для своей деятельности и начнем из более известных более продвинутых таких платформ с большими возможностями и перейдем уже в конце вебинара к более таким простым решением что называется здесь и сейчас когда с помощью двух кнопочек можно сделать кое-что и так начнем мы сервиса который называется супа я в чат вам буду кидать ссылки на эти сервисы если вам интересно вы можете по ссылочке перейти на сайт погулять там посмотреть на что похож сервис тарифы почитать и так далее и так сервис супа что это такое это универсальный конструктор для работы со статичными и анимированными изображениями он создает как обычную статичную графику то есть картинки так и так называемые видеоролики я бы это больше назвала анимации когда происходит движение объектов в кадре среди шаблонов которые предлагают супа есть шаблоны прежде всего для создания для работы в социальных сетях обложки и посты и для контакта например и для других социальных сетей дальше различные промо ролики с его помощью можно создавать графику и анимированы в том числе афиши презентации есть еще отдельно шаблоны для создания грамот и сертификатов если вам нужно оформить какие-то красивые подарочные материалы для участников конкурса то здесь есть шаблоны для грамот и сертификатов давайте посмотрим на бесплатный тариф вот такие вот ограничения здесь присутствует платный тариф конечно же кусается 990 рублей в месяц не каждый способен заплатить но для бесплатных пользователей тоже вполне себе нормальные возможности в частности я этот сервис использую для создания обычной статичной графики для контакта в частности то есть можно создавать неограниченное количество работ получать доступ к бесплатным шаблонам бесплатным элементам и неограниченное кранилище файлов получаете то есть вы можете загружать свои изображения внутрь сервиса а дальше их редактировать видоизменять и красиво оформлять и тоже все это без ограничений в общем вот такие возможности поближе давайте познакомимся с конструктором естественно на русском языке здесь все достаточно просто даже если вы ни разу не пользовались этим инструментом то буквально через 15 минут вы прекрасно в этом разберетесь и ничего сложного не почувствуете в работе открывается вот такой редактор внутрь которого вы можете загружать свои изображения свои какие-то креативы через кнопочку загрузить здесь есть библиотека шаблонов обращайте внимание на значок фиолетовый в уголке это значит платный шаблон если значка нет его можно использовать бесплатно а дальше внутрь нашего креатива внутрь нашего шаблона мы добавляем и тексты и различные объекты формы прямоугольники квадратики кружочки и так далее выбираем фон выбираем из библиотеки сервиса различную графику различные иконки в частности можно добавить диаграммы например если ваше такое изображение более серьезное планируется в общем здесь довольно приличная библиотека здесь много элементов которые можно взять еще хочу обратить внимание на вкладку которая появилась совсем недавно я ее сейчас вот открыла эта вкладка называется нейросеть очень популярная штучка которую многие сервисы сейчас используют с большим удовольствием нейросеть здесь называется очень интересно называется сделать красиво как это работает вы выбираете любой элемент в вашем дизайне ну например я выбрала вот эту картинку с косаткой и хочу ее как-то красиво оформить чтобы опубликовать социальной сети что-то необычное не просто квадратик с картинкой а что-то покрасивее для этого я щелкаю на нее мышкой нажимаю на кнопку сделать красиво и мне вот сервис предлагает разные варианты разной степени красивости я любой этот вариант могу взять за основу его немножко подредактировать ну и затем готовую работу скачать скачиваются здесь картинки без ограничений без водяных знаков в хорошем разрешении и их можно использовать не только для того чтобы опубликовать соц сети но даже для печати например если выставку красиво надо оформить здесь есть очень неплохой вариант с хорошим разрешением еще здесь есть возможность использовать искусственный интеллект для создания текстов например на картинки вот я вам показывала картинку на самом первом слайде давайте к ней вернусь чтобы освежить памяти вот это это я сделала по шаблону который назывался польза бега только у меня вместо пользы бега причины читать книги помог мне эти причины выявить искусственный интеллект это я чисто для эксперимента сделала я задала тему польза чтения и сервис мне сгенерировал несколько вариантов которые я затем вписала внутрь моей картинки искусственный интеллект может генерировать до пяти запросов в час и таким образом вы можете не только саму картинку оформить красиво но еще добавить поверх нее текст с помощью искусственного интеллекта тоже хорошая вещь несколько слов про анимацию и про так называемые видеоролики сервис называет это красивым словом видеоредактор но по сути сам конструктор очень похож на обычную графику здесь просто появляются новые вкладочки здесь появилась вкладка видео появилась вкладка аудио соответственно они внутрь нашего креатива могут добавлять какие-то маленькие видеоролики такие футажики вот я сейчас их открыла на слайде и можно добавлять музыку чисто теоретически и даже голос за кадром но к сожалению это только в платном тарифе бесплатно у нас изображение будет беззвучно как здесь все работает точно так же как мы до этого собирали обычную картинку здесь точно также можно собирать видеоролик добавляя на нее на слайд текст изображения а дальше настраивать анимацию каждого из этих элементов как они должны двигаться в кадре справа налево выезжать выплывать выпрыгивать пропадать и так далее вот сейчас варианты различной анимации как видите их здесь достаточно много и так вы можете анимировать любой элемент своего дизайна и тут же посмотреть как это все работает внизу есть вот такая вот лента которая нам показывает как это все будет выглядеть видеоредакторе можно добавить несколько слайдов у меня вот все на одном допустим вращается я вам пример ссылочки отправила в чат как это может выглядеть можно добавить еще один слайд и продолжить видео историю ограничение на видеоролик 40 секунд ну в общем такая небольшая анимация она больше наверное годится для социальных сетей чем для чего-то более серьезного но если вы хотите привлечь внимание допустим делать красивый заголовок у себя на сайте какое-то видео вставить в социальные сети то можно использовать такую анимацию качество 480 при скачивании единственное что там будет водяной знак в правом нижнем углу вот такой вот недостаток небольшой но в целом очень симпатичный сервис он стабильно работает и никаких там особых зависаний за ним не наблюдается он постоянно пополняется новыми шаблонами поэтому можно положить его себе в закладочки и если вам срочно нужно создать что-нибудь красивое необычное загляните в ссылку и вы там наверняка что-то для себя найдете подходящий что я про аудио я уже забежала вперед сказала что здесь есть раздел аудио который теоретически работает в платном тарифе только и хочу еще показать те самые фиолетовые значки о которых я говорила вот они это означает что вот эти вот конкретные элементы они будут платными если вам понравился какой-то платный шаблон его можно глянуть но потом что-то подобное сделать уже самостоятельно из тех элементов которые вы найдете в библиотеке или загрузите сами то есть даже платные шаблоны какие-то здесь можно использовать как источник для вдохновения и создать нечто подобное только уже самостоятельно похожий сервис называется он флайви флайви сделал что это тоже наш отечественный инструмент он взял и полностью скопировал дизайн известного сервиса канва надеюсь вы о нем слышали это был ну как был он и сейчас есть только недоступен на территории страны а это сервис для создания графики тоже разнообразные и ноут флайви собственно скопировал у них дизайн и вот такие картинки умеет создавать как вы видите с водяным знаком с таким полупрозрачным опять-таки в правом нижнем углу давайте посмотрим как он работает и какие у него здесь тарифы начнем с тарифа тариф здесь такой более как сказать то в общем менее обременительный в месяц подписки стоит около 500 рублей 499 здесь есть хорошая опция если вы преподаватель то вы можете написать создателям сервиса и они его предоставят вам бесплатное безлимитное пользование так что вы воспользуетесь возможностью если необходимо можно обратиться и создатели вам помогут и тогда вы сможете создавать дизайны без водяных знаков с использованием всех шаблонов а не только бесплатных в общем красота но мы посмотрим на бесплатный тариф давайте на нем сориентируемся вот так выглядит конструктор как только мы открываем сервис флайви если вы в канве работали то там все точно так же как и в канве то есть сначала выбираем шаблон а затем начинаем его модернизировать если посмотреть список шаблонов что там есть ну конечно для соцсети в первую очередь дальше здесь можно создавать презентации инфографику работать с документами то есть создавать красивые документы допустим а4 а3 и так далее флайеры и различные ну как я уже сказала посты и обложки для соцсетей я вот открыла просто шаблон любой для создания флайера причем я открыла пустой шаблон без всяких и попробовала на него загружать какие-то изображения смотреть как они здесь работают все точно так же как и в предыдущем сервисе и конструктор очень похож то есть мы можем загружать свои картинки мы можем брать что-то из библиотеки сервиса здесь есть различные элементы можно добавлять естественно текст загружать сюда добавлять сюда анимацию ну и собственно есть хороший раздел новенький который называется и и мастерская как вы понимаете это опять таки про искусственный интеллект это сервис внедрил внутрь себя конструктор генератор картинок вот я лесу попыталась сгенерировать в зимнем лесу здесь как вы видите бесплатно предоставляется 10 токенов это на месяц то есть в месяц вы можете сгенерировать ну создать 10 генераций одна генерация это два варианта картинки по запросу если вдруг необходимо опять-таки какое-то красивое изображение на которое не распространяются авторские права то можно во флайве это сделать и тут же сразу и оформить у флайве очень хороший фоторедактор даже лучше наверное чем в супе здесь у нас и различные эффекты и настройки и фильтры но единственное что здесь платное это удалить фон и деформировать изображение а все остальное мы можем настроить и текстуры и цвета и оттенки и фильтры более 20 фильтров здесь кстати с изображением можно так уже более конкретно поработать готовое изображение можно скачать естественно себе на компьютер но опять-таки повторюсь с водяным знаком есть еще другой вариант можно получить ссылку на полу на изображение и тогда по этой ссылке если просматривать то водяного знака уже не будет и вот по ссылке можно встроить например на сайт на какой-нибудь или в блог себе вот ссылочку без водяного знака я вам отправила в чат чтобы посмотрели как это выглядит по другому что еще здесь есть здесь тоже есть возможность создания анимации анимации здесь поменьше чем в предыдущем сервисе опять-таки мы можем выбрать любой элемент текст картинку и добавить к нему анимационные эффекты на вход на выход и так далее анимация очень простая как вы видите очень много значков оранжевых с короной что означает что это платно но еще раз повторюсь то есть возможность попроситься бесплатный тариф и говорят что заявки удовлетворяются без проблем в этом смысле так что в общем неплохой инструмент тоже опять таки можно положить все в закладочку отечественный сервис у него шаблоны тоже появляются не так быстро как у сервиса супа но тем не менее тоже можно за ним следить я обычно они у меня два на рабочем столе есть я один то в другой заглядываю делаю изображение для соцсетей с их помощью ну если мы создали анимированную картинку то скачивать ее можно в формате mp4 например и в довольно неплохом качестве ну ссылочку я вам дала уже в чат вот такие два неплохих инструмента что можно показать вам из новенького вот об этом я еще не говорила ни на одном вебинаре это интересный сервис который называется visual paradigm онлайн если пользовались просигнализируйте в чате если не пользовались сейчас расскажу что это за штука такая это платформа причем реально эта платформа это не просто какой-то одиночный сервис это действительно такой большой ресурс для работы с разными форматами информации они предлагают поработать с документами с pdf файлами создавать флипбуки создавать анимированные видеоролики диаграммы в том числе здесь есть и графический редактор в общем сервис очень неплохой я подумываю над тем чтобы отдельный вебинар посвятить этому инструменту если после 12 сентября он продолжит работу я наверное так и сделаю потому что он действительно очень даже неплох но мы видим сразу минус единственное что здесь есть водяной знак в правом верхнем углу с обозначением сервиса он немножко нам портит картинку вот но тем не менее креативы здесь получаются очень любопытные здесь хорошие шаблоны и очень много бесплатного давайте посмотрим я не буду озвучивать платный тариф потому что сервис англоязычный соответственно платный тариф сразу нет а бесплатно мы получаем доступ к бесплатным шаблонам к базовым бесплатным опциям которые позволяют создавать статичные изображения анимация здесь только в платном тарифе а вот статику мы можем создавать совершенно без ограничений шаблонов здесь много и элементов которые можно встраивать внутри шаблона тоже много я открыла только вкладку с фотографиями поиск здесь и на русском и на английском я попробую по-английски вот лес мне нужен был и вот огромное количество фотографий совершенно неограниченных в авторских правах которые можно использовать в своем дизайне и таким образом уже внутри самого сервиса можно найти много чего не надо свои загружать картинки здесь есть вкладки для создания коллажей если прогуляться вот по вкладочкам но анимацию мы пропустим поскольку это платная опция фотографии очень большая библиотека фоны фигуры возможность добавить тексты здесь к сожалению все шрифты поддерживают русский язык но тем не менее вот такие вот шрифты как у меня сейчас на картинке есть это не сказать что прям стандартный шрифт русский поддержал то есть здесь можно все-таки найти что-то подходящее в общем не показался очень даже неплохим инструментом поэтому я взяла его в работу естественно каждому изображению можно добавить разные эффекты рамочки фигуры вот такие красивые штучки это все взято из шаблона я внутри только вписала текст да забыла сказать как это все скачивается скачивается в обычном формате изображения в хорошем качестве единственный недостаток это вот повторюсь водяной знак но его можно либо аккуратно отрезать либо с помощью других инструментов от него избавиться поэтому это не самое страшное что здесь может быть в общем тоже рекомендую и в будущем если все хорошо будет я расскажу о нем уже более подробно на следующих вебинарах продолжаем дальше мы сегодня так пробежимся у нас будет с вами как перекличка сервисов назовем это так то есть такие рабочие что там поменялось что новенького как что в общих чертах потому что в общем то они все друг на друга похожи как вы видите и графические редакторы у нас примерно одинаковые просто смотрим возможности выбираем себе подходящий инструмент следующий сервис называется полотно studio ссылочку в чат я отправляю вам в чем прелесть этого сервиса здесь можно работать без регистрации если до этого чтобы попасть внутрь и что-то создать нам нужно было зарегистрироваться через почту для google аккаунт то есть здесь можно прямо вот перейти по этой ссылке если хотите можете прямо сейчас на нее нажать попасть на сервис и начать что-нибудь создавать это я взяла готовый шаблон и внутрь просто написала свой текст а так вот можно для какой-нибудь обложки в социальной сети например что нужно сделать осенью какие книжки почитать вот можно для обложки такую картинку взять почему нет мне понравился такой вариант здесь можно создавать не только вот такую графическую продукцию можно еще и анимацию сделать например заставить вот эту вот картинку с карандашом вертеться и чтобы подпись выплывала выезжала это все тоже можно сделать и все здесь совершенно бесплатно без ограничений и без водяных знаков как вы видите сервис переведен на русский язык хотя он и зарубежный но русифицированный поэтому здесь все достаточно просто выбираем шаблон загружаем свои какие-то изображения если нам необходимо выбираем из библиотеки здесь большая библиотека фотографий различных фонов текстовые есть какие-то шаблоны русский язык сожалению опять таки не все поддерживают но есть варианты можно выбрать можно загрузить внутрь даже небольшой футажик видео и превратить это в настоящий такой видеоролик назовем это так готовое изображение скачиваем как картинку а если у нас есть анимация то она скачается как mp4 как видеоролик вот сейчас у меня на слайде открыто как раз варианты с анимацией здесь не такой большой набор анимации но есть возможность заставить картинку двигаться появляться исчезать и небольшие эффекты можно применить и к другим элементам шаблона например отформатировать текст или изменить цвета картинки цветовую гамму немножко перекрасить ее подрезать и тому подобные вещи ну в общем все основные функции графического редактора здесь присутствует и очень хорошо все работает здесь даже есть раздел с цитатами то есть можно прямо цитату красиво оформить готовую правда он на английском языке вот но если вы учитель английского то это ваш раздел еще один инструмент вернемся к отечественным изготовителям сервисов это сервис питча плюс немножко он такой скажем аккуратно олдскульный к сожалению шаблонов там немного но он очень простой для работы сейчас я графический редактор покажу вы убедитесь что в нем даже наверное младший школьник сможет поработать опять-таки выдает он вот такие вот картинки с водяными знаками которые либо обрезать либо как-то может быть его закрашивать этот водяной знак удалять а конструктор здесь отличается сервис работает прежде всего для создания картинок для соц сетей здесь особых шаблонов вы не увидите кроме повторюсь постов для социальных сетей то есть здесь есть какие-то основные возможности бесплатные 50 шрифтов небольшой набор шаблончиков готовые размеры для разных соц сетей которые можно использовать и в общем если необходимо можно приобрести лицензию платную подписку тогда водяного знака не будет ну давайте посмотрим на этот сервис поближе вот так выглядит сайт такой немножко повторюсь олдскульный вот этот вот вайп 90-х годов меня не покидал когда я с ним работала но тем не менее вдруг кому-нибудь пригодится здесь тоже любопытные вещи можно делать вот графический редактор здесь каждое изображение зашифрована в столбике который находится в центре то есть измените фон изображения изначально вот он какой-то белый если захотим нажимаем выбираем другой фон дальше изменить изображение вот это вот с ананасиком можно убрать и загрузить что-то свое например картинку с карты с компьютера дальше заливку текст вверху текст внизу заливку внизу и так далее то здесь все очень просто если мы хотим просто убрать какой-то элемент из кадра нам не нужна например вот не нужен текст вверху нам нужно только внизу галочку просто убираем и он исчезает тут же как видите вообще редактор проще некуда ну и готовую картинку здесь сразу же можно скачать все в режиме одного окна вот здесь можно создать и простую анимацию когда будут двигаться у нас вот эти вот все наши фигурки ну вот такое например можно создать анимация здесь такая же то есть просто следуем по шагам изменяем заголовок под заголовок меняем цвет фон фигуру и так далее вот для этого все вот эти вкладочки присутствуют и тут же можем нажать сначала на кнопку создать видео а затем его скачать себе на компьютер он тоже будет с водяным знаком но я вам не буду ссылку показывать потому что водяной знак здесь будет очень некрасивый он будет прям по центру этого видеоролика поэтому видео я бы в бесплатном тарифе создавать здесь не стало а вот обычную статичную картинку почему бы нет нужно попробовать а вообще вы можете рекомендовать этот сервис для детей даете какое-нибудь задание нарисовать какой-нибудь плакат там не знаю картинку кончик красивенькую вот чтобы не заморачиваться с изучением сервисов вот можно его порекомендовать для работы здесь все предельно просто разобраться можно минут за пять еще один красивый сервис называется он постер аттест но из названия постер понятно для чего нужен это сервис от компании canon с помощью которого можно создавать красивые плакаты изображения для дальнейшей печати ну и не только можно и плакат для соцсетей наверное тоже сделать но ориентация здесь именно на печать поэтому картинки получаются очень красивые в хорошем качестве и если заглянуть внутрь этого сервиса и посмотреть что там есть из шаблонов то он предлагает создавать плакаты сертификаты календари ну в общем вот такую печатную продукцию бесплатно и без ограничений здесь даже нет платных тарифов все бесплатно давайте смотреть он тоже русифицирован переведен на русский язык и немножечко напоминает тоже упомянутый сервис канва очень немножечко когда выбираем шаблоны дальше уже по другому идет мы я загрузила свою картинку написала текст здесь много шрифтов которые поддерживают русский язык это приятно ну а дальше я могу настраивать любой элемент вот например у меня сейчас открыт вариант когда я настраиваю текст размер шрифт межстрочные интервалы цвет и тому подобные вещи после того как мой плакат готов вверху сразу появляются две кнопки это кнопочка чтобы скачать в хорошем изображении в хорошем качестве это если мы хотим опубликовать где-нибудь в сети и можно сразу же приступить к печати то есть распечатать этот плакат это изображение но здесь чтобы приступить к печати нужно будет скачать небольшое маленькое приложение от канона чтобы этот сервис интегрировался с вашим принтером и тогда все будет хорошо если вы не хотите скачивать то можно просто скачать на компьютер ну и затем уже самостоятельно через свой принтер распечатать двухшаговую сделать такую путь пройти из двух шагов скажем так вот в общем мне сервис понравился здесь много красивых шаблонов и вообще сервис такой для красоты что называется и здесь можно очень красивые вещи делать именно вот для выставочной деятельности и для оформительской возможности есть поэтому советую если вы не ведете социальные сети вам не нужно оформлять выставки и вам время от времени надо создавать всякие красивые картинки вот кстати забыл еще слайдик вам показать про различные красивости у сервиса просто радость эффекты фильтры рамочки корректирование картинок и тому подобные вещи в общем здесь все это рабочие можно создавать красиво вот вернемся к нашим входящей информации итак нам нужно создать какие-то картинки открытки ну например вы работаете в школе вам нужно для первоклассников распечатать какие-то красивые картиночки какие-то флайеры им раздать ну вот например что-то типа такого сделать то есть вы это планируете тоже распечатать но в меньших форматах раздать либо где-нибудь опубликовать на сайте в чате отправить и тому подобные вещи вот в общем вот такие вот открыточки иллюстрации можно создавать с помощью сервиса квик пиком это сервис как раз для создания различных иллюстраций у него очень хорошая библиотека готовых элементов которые можно использовать а можно еще и загружать свои с помощью квик пик создаются только статические иллюстрации бесплатно работе работает можно даже без регистрации попробовать но если зарегистрироваться то можно будет загружать свои элементы опять таки есть водяной знак но это все решаемо можно аккуратненько его отрезать давайте посмотрим на конструктор вот так он выглядит он тоже русифицированный вообще сервис очень очень простой не сложный с большой библиотекой выбираем здесь как таковых нет шаблонов то есть мы получаем вот на старте просто слайд как у презентации powerpoint а на этом слайде размещаем разные объекты например выбираем фон я выбрала вот такой с облачками дальше внутрь этого фона вставляем персонажей различных вот они мне сейчас открыты эти персонажи разные оформительские штучки типа вот такого вот указателя дальше текст если нужен дописываем текст ну и используем различные там дополнительные эффекты всякие звездочки стрелочки и так далее красивости в том числе по моему в разделе в разделе есть так называемые пузыри для создания комиксов то есть вы даже маленький комикс можете нарисовать здесь можно создать одну картинку можно несколько и все это скачать себе на компьютер в хорошем качестве каждый элемент можно еще дополнительно редактировать то есть вверху мы видим есть кнопочки для изменения фона для изменения цвета обрезки расположения повернуть и так далее вот хороший сервис тоже для создания иллюстрации особенно здесь много готовых элементов именно для таких для детских иллюстраций то есть вы можете какую-то иллюстрацию к произведению нарисовать самостоятельно с помощью этого сервиса ну естественно можно и свои подкружать картинки и вот так вот мы плавно перепкинулись с вами к сервисам для создания комиксов я их заявила в в аннотации к этому сервису потому что посчитала что создание комикса в принципе оно близко к созданию графики и то и другое имеет значение донесение какой-то информации то и то мы используем в работе ну бывает что используем вот комиксы уже так достаточно глубоко проникли в библиотечную среду и в школьную поэтому пару инструментов все-таки можно проверить работают они и как они работают это один из них сервис тони тул это сервис который работает тоже без регистрации и бесплатно вот перейдете если по ссылочке можете тут же прям на компьютере нарисовать свой комикс если захотите я такой вот нарисовала он как видите без водяных знаков в неплохом качестве как мне кажется давайте посмотрим здесь тоже очень простой инструмент его можно порекомендовать опять для школьников вот тем более здесь регистрироваться не надо школьники любят рисовать комиксы вот пожалуйста почему бы им не предложить такой вариант ну смотрите здесь он мы получаем какой-то слайд на который опять-таки наносим различные объекты у нас есть вкладочка которая называется props вот она сейчас открыта и там мы видим что здесь есть у нас люди people есть животные animal есть неодушевленные объекты через кнопку upload загружаем свое я взяла уже готовые какие-то картинки вот я фон нашла в разделе settings найти можно фон дальше я тут кошечку добавила дальше в разделе с облачками естественно рядом с кошечкой можно нарисовать облачка что она произносит какой-то текст ну а сам текст написать через кнопку т текст вот все очень просто а готовую картинку можно скачать на компьютер так можно одну нарисовать картинку можно две три в общем любое количество без ограничений все это скачивается на компьютер скачать можно как картинку так и как гиф анимацию то есть у вас вот эти объекты будут выплывать красиво на слайд и получается как маленький мультик а если вы несколько картинок создадите то наверное это будет уже как такой более продолжительный мульт когда одна сцена будет менять другой можно распечатать эти картинки скачать и как картинки как гифы вот тоже все очень просто буквально через 10 минут вы уже сможете создать какую-то простую картинку если вам что-то нужно посложнее то можно порекомендовать сервис пикстон но с небольшими ограничениями это хороший инструмент для создания комиксов но не за к сожалению не разрешает загружать свои изображения то есть берем эти картинки только из библиотеки сервиса хотя она достаточно большая выбираем шаблон выбираем персонажей и начинаем работать так выглядит конструктор если пробежаться по вкладочкам что у нас здесь у нас есть выбор фона выбор персонажа вот у меня сейчас по моему выбор персонажа открыт дальше добавительные персоны то есть у нас есть главный герой есть все какие-то добавочные персонажи рядом с ним дополнительные животные если нужно дальше как будет фокусировка то есть дальний план передний план задний план даже через кнопочку word вот добавляются слова которые произносят персонажи faces управляет эмоциями персонажей actions это у нас движение как они будут двигаться у нас кадры ну и всякие дополнительные красивости через кнопку extra вот прогулявшись по всем этим кнопкам вы легко можете создать свою раскадровку вот я просто наугад начала создавать персонажа причем как мы видим персонаж здесь проработан очень подробно не только мимика но даже его одежда очень подробно там как он одет в каком стиле современный несовременный у меня вот такое вот платьишко понравилось из коллекции все я это размещаю на слайде и сразу тут же все видно как все будет выглядеть новый слайд создаем через плюс и пошла новая раскатровка к сожалению сервис довольно жадный он не дает скачать не дает даже ссылку на готовую работу скачать можно отдельную картинку просто открыть в предпросмотре и сделать скриншот вот таким образом ну а дальше уже из этих картинок создаем историю вот не без трудностей но сервисом можно пользоваться получается довольно интересное изображение на мой взгляд поэтому в подборку я его добавил есть еще много различных других комиксовых сервисов райт комикс видите комикс еще парочка но к сожалению там есть разные минусы которые водяными знаками например определяются или с недостаточными возможностями поэтому я бы посоветовала вот эти два если вам возникнет необходимость создавать комиксы то вот можно на них обратить внимание ну и в заключение вебинара вот у меня кстати еще один слайдик это движение персонажа просто для справки показать вам как здесь выглядит как вы видите здесь тоже очень подробно все прописано так что получается довольно хорошие комиксы но видно что они сделаны не вручную нарисованы но хорошо проработанные и уже наш вебинар близится к концу последние 15 минут я хотел бы посвятить работе по созданию таких вот веселых картинок которые называются мемы ох уж эти мемы про них еще много копий уже было сломано и я думаю много еще будет ломаться по поводу того что использовать ли их в обучении или не использовать библиотечной практике они есть и иногда их используют в библиотечных группах можно найти удачный мем он собирает большое количество подписчиков вызывает интерес у читателей я сама заметила работая в социальных сетях что мемами время от времени в социальных сетях надо разнообразить информацию особенно если у вас группа такая серьезная библиотечная то время от времени какую-нибудь такую вот маленькую штучку для смеха для хорошего настроения для юмора почему нет вот что касается школы здесь история немножко сложнее но тем не менее я знаю что некоторые учителя используют их в работе и сами рисуют и дают школьникам рисовать и им довольно нравится вот справа с левой стороны у меня мем из школьной практики это у меня история школьники нарисовали бостонской чипите из истории а вот с правой стороны это я администратор группы который ждет лайки к своему посту почему бы нет котики это всегда положительные эмоции большое количество лайков вот поэтому я сейчас покажу сервисы которые позволяют такие создавать мемы ой про пикстон я вам забыла ссылочку дать да спасибо что в чате напомнили сейчас кину чат вам на пикстон ссылку вот пожалуйста да кстати в пикстоне забыла сказать что там можно аккаунты создавать на класс то есть вы как учитель можете зарегистрировать класс и пригласить туда учеников ну когда побываете на сервисе почитайте о возможностях там очень хорошие вещи можно делать ну так вернемся к нашим мемом есть сервисы которые специально создают мемы но я их показывать вам не буду потому что там картинки не всегда хорошие не всегда они соответствуют возрасту наших пользователей поэтому я вам покажу сервисы нейтральные которые можно использовать и для создания мемов и в общем очень просто для создания красивых картинок с текстом как всегда отечественные и англоязычные начнем с англоязычного он так и называется этот текст слоган у них такой зачем вам нужна красивая картинка если на ней нет текста ну в общем вот ссылка на этот сервис он очень простенький выглядит это примерно вот так это я сделала вчера за две минуты с помощью этого сервиса берем изображение добавляем поверх него текст и собственно все скачиваем конструктор вот такой регистрироваться здесь не нужно выбираем изображение например с компьютера закачиваем пишем в поле с текстом собственно сам текст выбираем стиль размер центровку и все и внизу кнопочка скачать все готово другой вариант если вам нравятся котики то советую вот этот сервис но это не только для про котиков хотя там очень много есть шаблонов именно котящих в том числе они тоже умеют создавать вот такие картинки поверх них размещать текст как это выглядит выглядит вот так выбираем картинку либо с компьютера либо из библиотеки сервиса ну библиотека из котиков состоит а если нужно можно звук другое изображение загрузить дальше добавляем надпись выбираем шрифт размер поворот надписи здесь побольше шрифтов которые поддерживают русский язык можно выбрать подходящий ну и соответственно готовое изображение скачиваем на компьютер тоже все просто водяных знаков никаких нет так что можно использовать тоже этот сервис вроде простенький а иногда возникает необходимость что-то такое быстро создать поверх картинки разместить текст почему нет пожалуйста вот такой инструмент можно использовать естественно это уже для библиотекарей наверно в большей степени цитаты это такой интересный вид контента в социальных сетях когда мудрые мысли красиво пишут на каких-то красивых подложечках картиночках и тоже как отдельными постами пускают в общем тоже почему нет иногда это интересно получается сервисов для создания цитат довольно много я хочу обратить внимание на парочку из них опять таки один зарубежный один наш первый называется quote escava это сервис для создания цитат он предлагает вот такой конструктор почему именно этот конструктор я выбрал у него больше всего возможностей есть сервисы на которых вот просто взял картинку написал поверх текста все но могут парочку уже видели таких здесь немножко все посложнее здесь у нас есть текст 1 это у нас значит сам сама цитата текст 2 это автор цитаты дальше у нас есть раздел background там уже есть какие-то готовые дизайнерские решения мы можем загрузить свою картинку либо взять из предложенных сервисом есть стикеры дополнительные есть какие-то дополнительные элементы которые можно поверх этого изображения добавить к цитате чтобы это не просто был текст на картинке а что-то еще более интересное вот мне больше всего в этом сервисе нравятся именно дизайнерские решения они предлагают очень необычные вот здесь просто стандарт это то что я сама напридумывала а если бы я зашла в раздел с дизайном то я бы всякие красивые рамочки бы там нашла там выноски оформительские всякие штучки красивые здесь есть небольшой набор шрифтов которые поддерживают русский язык поэтому в общем очень неплохой инструмент работает без регистрации регистрироваться не нужно из наших из отечественных аналогов сервис так и называется моя цитата у него один единственный шаблон оформления вот такой вот но тем не менее он очень простой при всем при этом вписываем цитату вписываем автора и получаем на выходе вот такое изображение вот картинку скачать здесь на компьютер как я понимаю нельзя она сохраняется на сайте если захотите вы можете опубликовать а я ее сохранила просто скриншотом вот это отечественный аналог нельзя сказать что он полностью дублирует предыдущий здесь нет такой красоты шаблоны все стандартные но тем не менее тоже можно использовать почему не да спасибо за подсказку есть еще хороший сервис пабло вот я уже не стала его дополнительно сюда вставлять чтобы не перегружать вебинар а тогда вы можете найти еще пару тройку сервисов для создания цитат которые тоже можно использовать в работе вот на этом я хочу напомнить еще раз что внутри презентации есть ссылки на все сервисы если вы какую-то ссылку сейчас пропустили в чате ничего страшного скачать презентацию там все ссылки есть как вы видите они сервисы все достаточно несложные для использования очень многих бесплатные тарифы и хорошие бесплатные тарифы поэтому если что-то понравится то сохраните себе что называется в закладке ставьте лайки и радуйте своих читателей школьников учеников красивыми изображениями на последнем слайде как всегда у меня тут есть мои контакты я продублировала в чат вдруг вы захотите следить за моей деятельностью в соц сетях то вот пожалуйста у меня здесь много вопросов поэтому я немножко пораньше завершила вебинар чтобы их ответить на них ответить так перед подключиться здесь только такое не вижу что прикрепленные материалы ага ну значит все вопросы были решены уже без моего участия вот спасибо вам большое я надеюсь что я еще не не скакала голубым по европам хотя может быть создать от вас такое впечатление но я постаралась максимально вместить полезной информации выбрала те сервисы которые использую сама в работе вот из собственного опыта если вы знаете еще какие-то инструменты то вдруг вспомнили напишите в чате я не их расскажу следующий раз а следующий раз мы увидимся 30 сентября у меня будет небольшой перерыв у меня отпуск вот не увидимся с вами до 30 30 мы тему графики продолжим а если вы обратили внимание я не затрагивала тему с нейросетями вернее вскользь про нее поговорила на следующем вебинаре мы конкретно окунемся в тему нейро нейрогенерации посмотрим сервис опять-таки я сделаю переключку инструментов которые рабочие будут на тот момент на 30 сентября отечественные посмотрим и некоторые зарубежные которые будут работать к тому времени я очень на это рассчитываю вот спасибо вам большое за внимание за то что пришли сегодня и продолжим изучать онлайн сервис и надеюсь что все будет хорошо берегите себя и до новых встреч и и и и и и и